Святаго Благословения И вот, услышав эту фразу, Господь сказал притчу о званных на брачный пир. Он сказал, что некоторый человек сотворил ужин и звал званных на этот ужин. Тех достойных людей, которых он считал, что они могут разделить этот ужин вместе с ним. И вот, когда уже все было готово, он посылает раба к тем, кто уже был предупрежден, так называемым званным, достойным. И в ответ он получает от Петра такие слова, что ему говорят. Все, как будто сговорившись, начинают извиняться и говорить имя отреченно. «Извини, я не приду. Я купил землю, сказал один, мне нужно пойти и посмотреть ее. Второй сказал, извини, я не приду, я купил пять пар баллов, и мне нужно пойти и испытать их. Третий даже не извинился. Он сказал, я женился. И вот, братья и сестры, тогда разгневался этот господин и сказал, пойди и собери по улицам и дорогах всех и призови их на мой ужин. Он сказал, я сделал так, но еще есть место. Тогда он сказал, пойди по прозелочным дорогам, по изгородям, по всяким местам и собери всех. Ибо много было званных, много званных, но не все, пусть от мой ужин, много званных, но мало избранных». Братья и сестры, вот в этой плече изображена вся история человечества. В ней мы видим о том, что произошло с человеком. Адам и Ева, они были призваны к общению с Богом. Вот они совершили первый грех и были изнаны из рая. Но Адам и Ева, они первые покаялись. Они первые совершили покаяние. И мы знаем из истории человеческого рода, что Господь избрал израильский народ, Бога избранный народ, который был призван хранить вот эту вот веру в Спасителя. Веру в то, что придет в мир Спаситель, который избавит человеческий род, как верха. И что мы видим? Господь приходит, и Его не применяли, Его распяли. Господь посылает апостолов, и вот тогда уже апостолы призывают весь мир, всех язвичников. В том числе и нас призывают, и людей, которые живут на наших землях. И вот сегодня мы пришли в Храм Божий, мы называем себя христианами, мы пришли вот на этот пир. И очень важно посмотреть на себя в отношении тех, кто стал отказываться. Кажется, ну вот мы пришли, Господи, и кто-то может быть считает себя достойным этого пира. Но, братья и сестры, кто-то может думать, что я не отношусь к тем, кто купил землю, отказался от этого пира, и не пошел заниматься вот этой вот землей, которая у меня есть. Но, братья и сестры, давайте честно посмотрим о том, о чем мы молимся в своих прощениях у Господа. Что мы у Него просим? Что у нас в приоритете? А большинство наших прощений, они касаются нашей земной жизни. Они касаются тех скорбей, тех, казалось бы, утеснений, каких-то бед, которые есть в нашей земной жизни. И мы в основном это и просим у Господа. Мы слышали сегодня в диванском чтении, в апостольском чтении, апостол Павел, обращаясь к колоссинам, он говорит им, умертвите блуд, умертвите страсти, умертвите похоти. Кто-нибудь из нас просит в своих прощениях, чтобы Господь умерил и умертвил наши страсти, чтобы Он дал нам чистое сердце. Также апостол в колоссинам обращается и говорит, отложите гнев, отложите злость, злоречие, ярость, не увидите друг другу. И опять же мы должны задать себе вопрос, а просим ли мы у Бога, чтобы Господь избавил нас от злоречия, от лжи, от ярости, от гнева. И вот если мы посмотрим откровенно, то мы увидим, что мы так же, как и те, которые мы переземлили, занимаются ей, так же и мы занимаемся земными нашими попечениями. И сегодня, конечно же, мы должны подумать о том, чтобы попросить у Господа, чтобы Господь удостоил нас Царствия и Едетства. Господь посылает в мир Сына, Он отдает Его на смерть для того, чтобы спасти человека. И вот это истинно, настоящая любовь. Если ты любишь кого-то, то настоящая любовь к нему будет заключаться в том, когда ты будешь желать этому человека Царствия Небесного. Когда ты не будешь в первую очередь желать ему здоровья, земных добротерителей, успехов в работе и всего остального земного, что есть в нашей жизни. Но в первую очередь ты будешь желать этому человеку спасения и достижения Царствия Небесного. Вот, братья и сестры, узок и тернист путь Царствия Небесного. Мало услышать зов Господа, с которым Он обращается каждому из нас и зовет каждого из нас Царствия Небесного. Господь, каждому человеку желает спасения. Но нужно совершить духовный труд, нужно совершить духовную борьбу в своей жизни. Вот этот второй человек, который купил пять волок, он решил испытать их. И вот некоторые это будут в этой пять волок, как пять наших чувств. Это наши страсти, в которых мы живем в нашей земной жизни. И вот апостол говорит, что умерли, и эти ваши страсти, отложите их. Духовная жизнь заключается в том, чтобы мы не просто пришли в Храм Божий и считали себя достойными. Наступил праздник, мне нужно идти в Храм Божий, некоторые считают так. А готов ли ты к этому брачному пиру? Если у тебя брачная одежда, вот эта же самая притча, которая свидетельствует о ней евангелист Матфей, он говорит о том, что на этом брачном пире был тот, кто был не в брачной одежде. Тогда к нему обратились друг, а как ты сюда нашел, почему ты не в брачной одежде? А что такое брачная одежда? Брачная одежда это в первую очередь чистота нашего сердца. Господь не будет жить в нечистом сердце, там, где страсти, пороки, грехи, там, где злоба, оздоречия, ярость, ложь, там, где идолы постижания. Господь живет в чистых сердцах. И вот, братья и сестры, мы призваны к тому, чтобы очистить в наши сердца. И вот только так может Господь войти в наше сердце. И вот, сегодняшнее ваше чтение ставит перед нами эти вопросы. Вот, священномученик Серафим Звездинский, который проводил подвижническую жизнь, он говорил, что смысл жизни человека заключается, он выделял четыре главных таких момента. Это постоянная подготовка по святому причащению. Это участие в Екаристе, это воздержание и это покаяние. Вот, братья и сестры, очищение нашего сердца покаянием, вот это и есть приготовление себя к брачному пиру. Вот это и есть приготовление своего сердца, чтобы у нас была брачная одежда. Вот, если человек постоянно живет, скажем так, в таком импульсе, он постоянно готовится к таинству листин, он участвует в этом таинстве, он гасит себя веках, он воздерживается, тогда, конечно же, по милости Божией, такой человек может вкусить этот брачный пир, не только здесь, в седьмой жизни, начальник которого мы уже ощущаем здесь, в Литургии, но он может вкусить по милости Божией и радость благообщения в жизни вечной в Царстве Небесном с Господа нашим и Иисусом Христом Аминь. Иисусе и Иисусе Продолжение следует...